Здравствуйте Продолжение истории ремонта проигрывателя Universal F2026 Как в старом анекдоте, у меня есть две новости Одна хорошая, другая плохая Хорошая новость состоит в том, что мне удалось найти место, где был установлен один из стопорных регулировочных винтов Вот здесь Этот винт отвечает за регулировку положения тонарма относительно пластинки вертикального То есть расстояние от пластинки А вторая новость состоит в том, что мне не удалось найти место, где был установлен второй стопорный винт Но у нас еще все впереди Вот так, это все были шутки Теперь по существу Итак, начнем с пасека Вот здесь у нас механизм, который приводит в движение тонар Он состоит, как обычно, классическая схема Двигатель, пасек, зубчатые передачи и тросик Значит, пасек, в общем-то, не в самом плохом, но не в самом лучшем состоянии Ну, естественно, много грязи Я, значит, промыл это, как мог, все направляющие спиртом Старую смазку я не стал менять В принципе, она тут в неплохом состоянии Я имею в виду смазку на зубчатом колесе К сожалению, у меня нет в запасе пасека такого типа размера Вот, есть только более тонкие пасеки Они тоже работают, но в идеале нужно было бы заменить этот пасек на подходящий по размеру В принципе, я сказал хозяину, что это надо сделать Дальше он сам будет думать Теперь к другим проблемам с тонаром, которые пришлось решать Вот здесь вот находится регулировочный винт С помощью которого можно выставить, произвести первичную инъестировку тонарма Обеспечивая его перипетикулярность к оси движения тонарма Винт был закручен до упора Тонарм находился в положении, соответственно, к центру Вот, даже нельзя было сделать начальную установку тонарма на пластинку И самое печальное было, что регулировка эта не работала Потому что внутри, собственно, там небольшая такая пластиковая деталь Которая двигает этот винт на пружинке Она была не двигалась совершенно Пришлось сделать хирургическое вмешательство Я вырезал эту деталь Можно было бы изготовить новую Но я пошел другим путем Так как эту регулировку мы произведем только один раз То я отрезал нижнюю часть детали Которая, собственно говоря, была совсем испорчена Поставил эту детальку на герметик Отрегулировал Подождал, пока герметик засохнет Снова снял и все залил там герметиком То есть, в принципе, если надо будет, можно будет повторно снять Никаких проблем это не представит Теперь у нас тонарм Первичное выравнивание тонарма мы выполнили В принципе, он, ну, насколько я мог достаточно точно Выставить перпендикулярность Но, собственно говоря, эта перпендикулярность не является самым главным Она является необходимым, но недостаточным условием В принципе, после установки перпендикулярности тонарма Более-менее заработал стабильно тонарм Но, естественно, были уходы К сожалению, на эту модель отсутствует сервисная инструкция Но, когда я глядел на тонармы и вот эту плату У меня, так сказать, вкрались такие ощущения Что я где-то уже это видел Поэтому я обратился К сервисной инструкции на другие немецкие проигрыватели Которые выпускались для немецкого рынка Которые у меня есть И так вот, я нашел инструкцию к модели САБА 480-350 Или 450 и 350 Они объединены в одно Там небольшие различия в конструктиве И, как выяснилось При внимательном рассмотрении Действительно, в модели САБА-350 Очень похожая конструкция тонарма Точнее, конструкция тонарма Вообще полностью повторяет эту конструкцию А вот схема управления немножко другая Тем не менее Я обнаружил здесь, что есть две контрольные точки Вот этот плюс Вот здесь вот земляная контрольная точка И здесь есть регулировочный резистор Собственно говоря, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы выставить первичное Значение усиления Датчика положения тонарма Дело в том, что вот тут есть такая шторка Которую перекрывает Шторка перекрывает Оптический датчик И данные о перекрытии поступают усилителем Чтобы правильно двигался тонарм Нужно правильно Отрегулировать первоначальное усиление Я оказался прав Значит, эта модель оказалась По своим характеристикам Такая же, как модель Саба Значит Как производится регулировка? Тонарм отводится вот в это положение до конца И в этом положении на контрольных точках Устанавливается с помощью этого переменного резистора напряжения В диапазоне 4,3-4,5 вольта При этом В этом отведении Напряжение должно находиться В диапазоне 4,5-5 вольт Значит Я поставил Ну, примерно Около там 4,5 вольт Это напряжение В этом положении Порядка 4,6 вольта То есть здесь все в порядке Дальше Есть еще один И важный регулировочный винт Вот этот вот винт Регулирует Механическое положение датчика Вот С помощью этого винта Мы выставляем Значение напряжения На контрольных точках Равного нулю Ну, с небольшими допусками Допускается Отломение В пределах Полмиллиовольта После такой операции Тонарм заработал Более-менее прилично Плюс еще К этому Надо Отрегулировать Высоту Вот этого Микролифта Значит С помощью Вот этого Регулировочного винта И также Еще Я Немножко Повозился С микролифтом Потому что Он Как обычно Падал На пластинку Я Использовал Сначала Смазку 300 тысяч Но это Оказалось Очень много И в результате Я опустился До 150 тысяч На 150 тысячах Очень даже Неплохо Заработал Тонарм Сейчас мы увидим Как это Происходит Да И забыл Сказать Что Вот Еще Вот Есть Такой Вот Винтик Он Регулирует Установку На начальное Положение Пластинки Теперь Я Жду От Хозяина Когда Он Мне Привезет Резиновый Коврик На диск Который Он Забыл Мне Дать Чтобы Отрегулировать Правильное Вертикальное Расстояние Тонарма От Пластинки Но Пока Он Человек Занятой Мне Ничего Не Везет Поэтому Я Ничего И Не Делаю И После Того Как Отрегулирует Это Вертикальное Положение Мы Тогда Уже Начнем Собирать Обратно Этот Проигрыватель А Пока Я Еще Продолжу Поиск Места Куда Можно Установить Второй Стопорный Вид Итак Все Сейчас Посмотрим Как Это Работает Я Включил Питание И Сейчас Мы Подвигаем Тонарм Вот Работает Левое Перемещение Тонарма Правое Перемещение Тонарма Сейчас Нажмем Микролифт Видите Нормально Опускается Тонарм На Пластинку Вот Значит Кнопочки Здесь Позволяют Двух Скоростные С двумя Уровнями Нажатия Двигать Умедленно И быстрее Вот Еще раз Микролифт Вот И Теперь Кнопочка Стоп Возвращает Тонарм В исходное Положение На сегодня На этом Пока Все Спасибо Ждите Продолжения Продолжение следует... Продолжение следует...